Город под наблюдением. В мэрии заслушали презентации будущих участников тендера проекта «Безопасный город», который подразумевает установку около двух тысяч камер наружного наблюдения в общественных местах и на дорогах Запорожья. Зачем это нужно и сколько будет стоить для городского бюджета? Об этом в следующем сюжете. В Большом зале мэрии не слишком многолюдно. Здесь собрались представители фирм, которые примут участие в тендере по разработке проекта «Безопасный город», сотрудники правоохранительных органов и ГСЧС. Еще сюда приглашались депутаты городского совета, но их здесь совсем немного. Руководитель КП Центр управления информационными технологиями Юрий Орешкин заявляет, система видеонаблюдения, которую хотят внедрить в Запорожье, в разы повысит безопасность. На сегодня в городе уже имеются видеокамеры, их около 50. Но качество видео, которое они записывают, не всегда позволяет помочь в раскрытии того или иного правонарушения. Поэтому новая система видеонаблюдения будет отличаться не только высококачественным видео, но и возможностью сопоставления лиц. То есть камеры, к примеру, могут определить, находится ли человек в розыске. При этом, как и у любого нововведения, имеются противники, которые утверждают, что теперь их частная жизнь будет в объективах видеокамер. Трансляция видеозаписи будет происходить в режиме онлайн, и любой пользователь интернета сможет увидеть, что происходит в той или иной точке города. Мы не только говорим о камерах, мы говорим о системе наблюдения, системе видеоаналитики. И, естественно, раз есть некие такие высокотехнологичные сервисы, то, как один из моментов, это создание некого центра такого муниципального управления, ситуационного центра. Дана система окончена необходима місту, оскільки в нас досить великий рівень злочинності, а БМи – регион, который межит зону проведения антитеррористической операции, в місті досить велика кількість оружия. А теперь о цифрах. Камер видеонаблюдения планируют установить в городе минимум 2 тысячи. Потратить на это собираются около 200 млн грн только на первом этапе. На вопрос, не завышена ли стоимость проекта, руководитель КП Центр управления информационными технологиями Юрий Орешкин не смог дать вразумительного объяснения. Предпочел пофилософствовать. 200 млн разделить на 2 тысячи камер. Примерно, то есть минус 100 тысяч на обслуживание каждой камеры. Понятно, входит сюда и вот эта система, о которой вы говорите, и стоимость самой камеры и так далее. Ну, не кажется вам эта сумма завышена? Смотрите, здесь не обслуживание, здесь речь идет только, наверное, об инсталляции, потому что обслуживание – это те затраты, которые, возможно, будут в будущих периодах. Говорить о том, что сумма завышена, либо сумма завышена, еще раз, здесь идет инвесторская оценка этого всего проекта, это раз. И второе, мы можем точно так же с вами подискутировать на тему, сколько стоит жизнь, либо здоровье того, либо одного человека. Впрочем, для того, чтобы в городе приступили к реализации этого проекта, а обсуждение это ведется уже давно, за проект должны проголосовать депутаты на сессии. Как это будет, непонятно. Ведь, судя по количеству присутствующих в зале, пока что наши избранники не выразили к проекту особого интереса.